Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы подробно обсудим, как проходит повторная верификация в проекте Амир Кэпитал, а также обсудим, каким образом будут обрабатываться заявки на вывод в ближайшее время. Итак, 2 февраля в официальном телеграм-канале Амир Кэпитал было опубликовано следующее сообщение. Уважаемые инвесторы, сроки передачи базы данных пользователей от предыдущего провайдера пока еще не утверждены. Ведется процесс переговоров. Так как этот процесс может затянуться на неопределенный срок, компания приняла решение. С 3 февраля мы открываем возможность для действующих пользователей пройти верификацию заново. Второе. Продолжаются работы по интеграции системы биометрической аутентификации лица, FaceID. Плановые сроки завершения работ 7 февраля. После запуска системы биометрической аутентификации лица для всех пользователей, прошедших KIC, будет доступна функция вывода средств. Плановая дата запуска вывода средств 8 февраля. Для пользователей, которые не будут повторно проходить верификацию, выводы средств будут доступны после согласования и переноса базы данных от предыдущего провайдера. Будем держать вас в курсе событий. 3 февраля было опубликовано следующее сообщение. Уважаемые инвесторы, для того, чтобы пройти верификацию, необходимо сделать следующее. С вашей электронной почты, на которую зарегистрирован аккаунт в системе, необходимо написать запрос на почту support.sobaka.amircapital следующего содержания. Прошу сбросить верификацию. Как только верификация будет сброшена, вам сообщат об этом на электронную почту, и в вашем личном кабинете появится желтая полоса с текстом «Пройти KIC». Нажмите туда и следуйте инструкции. Здесь дается ссылка на инструкцию. Прохождение верификации пока возможно только в веб-версии личного кабинета. Все заявки обрабатываются в порядке очереди. Ожидайте, пожалуйста. 5 февраля было опубликовано следующее сообщение. Уважаемые инвесторы. Первое. Работа по интеграции системы биометрической аутентификации лица FaceID в процессе. Предварительный объем работ по внедрению и тестированию работы системы 4 дня. Второе. Сегодня мы получили письмо от партнера по KIC с просьбой дать им еще один день во вложении для работ с их стороны. Поэтому плановая дата окончания совместных работ 8 февраля и предварительная дата запуска выводов 9 февраля. Третье. Чтобы не прерывать работы и уложиться в заявленный срок, мы согласовали с партнером работу их IT-команды в эти выходные дни. Следите за информацией в официальных каналах. Будем держать вас в курсе событий. Прилагалось следующее письмо на английском языке. Перевод данного сообщения на русский язык. Уважаемые инвесторы Amir Capital, мы хотели бы подтвердить свое партнерство с Amir Capital Group. Global Pass AG – швейцарская компания, предоставляющая передовые технологии идентификации пользователей. Работая в более чем 240 странах и территориях, Global Pass расширяет возможности компаний по всему миру. 26 января 2022 года, после быстрых и успешных переговоров, Global Pass вступила в деловые отношения с Amir Capital Group и возобновила услуги KIC для пользователей Amir Capital. В настоящее время, поскольку услуги проверки личности и регистрации были повторно включены для пользователей Amir Capital, Global Pass работает вместе с Amir Capital над тем, чтобы включить транзакции на основе биометрического распознавания лиц для пользователей Amir Capital. Искренне ваш, Томас Шнюкас, генеральный менеджер Global Pass AG. 7 февраля опубликовано следующее сообщение. Уважаемые инвесторы, выши в чате уточнение по прохождению верификации. Обратите, пожалуйста, внимание на распространенные ошибки и действуйте пошагово. Все заявки обрабатываются в порядке очереди. Повторные обращения в клиентский сервис не ускоряют процесс, а лишь увеличивают нагрузку на операторов. Итак, ошибки при прохождении KIC, верификации. Первое. Формат и качество фото. Низкое качество фотографии. Свет, разрешение. То есть фотография может быть слишком темной или светлой. Низкое разрешение. Обрезаны углы документов. На фото должны быть видны 4 угла документа. Фото изменено с помощью редактора. Изменен размер копии, загруженного скана документа. Вместо допустимых документов отправлены снимок экрана, счет за мобильный телефон, медицинский счет, чек о покупках. Допустимые форматы для копий. JPEG, PDF, PNG, MOV4. Второй тип ошибок. Документы и аккаунт. Фамилия, имя, отчество на основном документе, загранпаспорт, водительское удостоверение, ID-карта, вид на жительство, не совпадает с фамилией, именем и отчеством на документе, предоставленном для подтверждения адреса. Например, девичья фамилия или квитанция на родственника. Недействительный срок документа. Прошло более трех месяцев с момента выдачи справки. Или есть верифицированный аккаунт и вы пытаетесь завести новый, например, по причине того, что забыли почту или пароль. Верифицировать два аккаунта на одного человека, даже по разным документам, паспорт и водительское удостоверение, невозможно. Следующее пояснение. Верификацию необходимо проходить в веб-версии личного кабинета с компьютера. Зайдите по ссылке account.amir.capital через браузер. Далее введите свой логин и пароль. Сфотографируйте основной разворот паспорта или водительское удостоверение с обоих сторон и сохраните на компьютере. Все четыре угла документа должны попадать в кадр. Запросите в вашем банке выписку о доступном остатке или квитанцию с вашим адресом и фамилией, именем, отчеством. Только в выписке о доступном остатке содержится полная фамилия, имя, отчество и адрес регистрации. Можно заказать онлайн и скачать в формате PDF. Для подтверждения адреса используйте выписку из банка с вашим фамилией, именем, отчеством и адресом на английском языке. Далее в веб-версии личного кабинета нажмите на желтую полосу «Пройти KIC» и следуйте инструкции. Здесь написано «Перед загрузкой документов для подтверждения адреса вам будет предложено заполнить адрес в ручном режиме». Необходимо прописать адрес регистрации как в паспорте, вплоть до номера дома и квартиры, если таковая имеется. Пояснение для граждан Республики Беларусь. В вашем паспорте на 25-й странице находится штамп о прописке. Если на этой странице стоят два штампа, то нужно проверить следующую, 26-ю страницу, поэтому ее тоже необходимо сфотографировать и загрузить. Аналогичная ситуация с внутренними паспортами Российской Федерации для подтверждения адреса. В случае двух штампов на пятой странице необходимо загрузить фоторазворота шестой и седьмой страниц, даже если они пустые. Если используете внутренний паспорт Российской Федерации для подтверждения адреса, обязательно загружать основной разворот. Еще одно сообщение от 7 февраля. Уважаемые инвесторы, важное уточнение. Первое. Для новых инвесторов, которые регистрировались и проходили KIC после 27 января 2022 года, никаких дополнительных действий не требуется. То есть речь идет именно о новых инвесторах. Второе. Для действующих инвесторов, кто регистрировался и проходил верификацию до 27 января 2022 года включительно и планирует выводить средства на внешние кошельки в ближайшее время, нужно пройти верификацию повторно. Третье. Для действующих инвесторов, кто регистрировался и проходил верификацию до 27 января включительно и не планирует выводить средства на внешние кошельки в ближайшее время, не нужно проходить верификацию повторно. Внутренние переводы по e-mail, конвертация валют и P2P переводы будут доступны, даже если вы проходили верификацию до 27 января 2022 года. Ваша верификация станет активной после получения базы данных от предыдущего провайдера, переговоры с которым еще в процессе. Мы будем информировать дополнительно о сроках переноса базы. Сегодня, 8 февраля, опубликована следующая информация о выводах. Работы на стороне Global Pass будут завершены 9 февраля. Далее мы доделываем интеграцию систем и планируем запустить выводы с 10 февраля. На период тестирования работы сервисов будут действовать ограничения. И roadmap снятия ограничений выглядит следующим образом. Февраль. Ограничение до 500 USDT или 0.15 ETH или 0.01 BTC. Март. До 1000 USDT или 0.03 ETH или 0.02 BTC. Апрель. До 2000 USDT или 0.06 ETH или 0.04 BTC. И, наконец, месяц май, отмена отмечений и пояснение внизу. При этом заявки можно будет создавать не чаще одного раза в месяц. Например, если заявка создана 10 февраля, то следующую можно будет сделать не раньше 10 марта. Вот такая информация на данный момент. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.